Добрый день, дорогие друзья! Одного причин и увеличения. Я выделил 10 причин и давайте коротко порассуждаем на эту тему. Первая причина это регулярные запоры у человека и переедание перед сном на ночь. Это очень большая причина и она может привести к появлению опухоли вначале доброкачественной, а потом злокачественной вокруг предстательной железы. Вторая причина это ожирение и большой живот. Третья причина малоподвижный образ жизни, сидячий образ жизни. Автомобиль, кресло, стул на работе. И это все может приводить к плохой циркуляции крови и появлению ожирения вокруг предстательной железы. Затем употребление алкоголя и в основном это пиво, ну и также другой алкоголь в регулярном варианте. Слово регулярность это означает, что каждые два дня что-то человек употребляет хотя бы в размере 250-500 мл. Пятая причина отсутствие регулярного секса и при этом возбужденное состояние. Шестая причина хронические болезни крови, это относится к печени, болезни печени, а также болезни хронические кишечника, такие как калит. Это тоже может привести к возникновению увеличенной аденомы предстательной железы. Седьмое. Венерические заболевания. Восьмое. Употребление большого количества дрожжевого хлеба и мучного. Девятое. Употребление большого количества мяса, шашлычный тип людей. Это приводит к образованию гниения и глистов в теле человека и в том числе в его кишечнике. И, наконец, десятое. Это сексуальные отношения с разными женщинами за короткое время при отсутствии предохранения. И это приводит к заражению, к появлению инфекции, незаметной инфекции. Но эта инфекция может быть причиной увеличения аденомы предстательной железы. Просуждайте об этом. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.